бизнес-ланч здравствуйте эта программа бизнес-ланч на радио 1 с вами мира алекса и сегодня в программе принимает участие основатель холдинга экозаводов умная среда городского округа красногорск алексей чехранов алексей здравствуйте алексей расскажите пожалуйста я так понимаю что работаете вы в области благоустройства с пользой для экологии по крайней мере об этом гласит и лозунг да на вашем сайте расскажите как вообще с чего все это началось когда появилась идея и когда начали создавать экозаводы сама идея появилась из решения проблемы у нас был в аренде полигон твердых бытовых отходов вот но мы всегда следили за тем чтобы вокруг него было все чистенько и самая такая большая проблема была это те пакеты которые разлетаются и на ветках потом оседают да 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 как с одной стороны веточки становится поярче но зимой вот и мы начали их собирать и в общем делали такую полезную историю для чистоты нашего региона в подмосковье это все началось еще в крыму на это еще началось в крыму где то вот то о чем я говорю это где-то 17 вот и мы как производственники начали думать что же из этого всего производить можно как его как его переработать пакеты да 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 у нас был завод там по переработке шин в этот момент вот и как есть такая профессиональная дистинкция на то чтобы что-то перерабатывать вот и начали изобретать нашли технологию полимер песчаную и еще 60 лет назад наши российские ученые изобрели закупили оборудование которое уже было на рынке в то в то время но чуть расстроились потому что именно сами пакеты оно не способно было переработать то есть не предназначено для этого вот эта вот технология да 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 там ну с самими пакетами они наматывались постоянно на шнек там ну в общем технически в общем в общем невозможно было и нам пришлось потратить год на то чтобы его переделать полностью под именно вот такой вот наш запрос чтобы вот эти пакеты переделать вот ну и как бы находясь в можно сказать в глубинке то есть мы не совсем понимали что мы сделали то что в мире нету то есть он уникальный этот аппарат да получилось он как бы на основе существующей технологии но именно уникальность вот в этом получилось что он именно сами пакет смог научиться перерабатывать ну да ведь с пакетами вообще все и экологи и защитники окружающей среды говорят что с ними огромная проблема потому что они практически да никак это ну да это такой отход который мало где в каких производствах применяется используя да да есть там гранулированные первичные пластики дробленные пластики под бутылку научились легко перерабатывать там дальше в нитку из этого многие не знают но купальники делаются из переработаны под бутылку да вы что ну да вот а вот такие вот отходы типа вот этих пакетов сам но они признаны самым опасным для экологии самым сложным для природы таким отходом на у нас уже есть запросы с бали с таиланда на то чтобы им помочь тоже в решении вопроса у них постоянно из моря вот еще еще драться на это море выбрасывает пластик на на берег и вот мы буквально и вот сегодня не выспался до трех часов ночи мы с инженерами тестировали еще нашу новую установку которая перерабатывает весь вообще все пластики ну то есть он с моря не с моря с чем с чем угодно бы он не был то есть мы его тоже перерабатываем но это уже не в строительный материал больше энергетическая установка ну вот и сделали такой блок который сам же будет питать другой цех который стройматериалы делает по сути весь 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 пластик абсолютно перерабатывать любые полимер но это круто но это вот вы начали вернее там сказали о том алексей что мы понимали да что нужно куда-то двигаться выезжать другие регионы для того чтобы представить вот этот вот вот эту технологию переработки пластиковых ну вообще сначала не понимали мы понимали что это нужно да что уникальное да 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 то есть мы работали на своем регионе и как-то не задумывались но мы потом это пользовалась спроса да да там это развитие получила да 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 там это развитие получила мы думали дальше будем строить может на большой завод там и тому подобное и но тут мы подали заявку на участие в конкурсе вот и тогда вот от на от министерства экономики рф получается мы вошли там в тройку из 32 тысяч компаний стали номинантами там в кремле и так далее потом поздравляли лучший социальный проект это было нации это был немалый бизнес 1 в конкурс вот и там нам уже подсказали далее менторов и так далее и нам уже люди сказали ребята вас там миллиардная технология в принципе в руках давать мы подскажем расскажем как это можно сделать ну вот мы начали потом мы подались на конкурс лучший социальный проект так как мы компания красногорская изначально то вот когда мы уже начали масштабироваться то есть мы переехали все из крыма под москва подмосковье красногорск самый удобный получился по локации и мы сначала стали победителями здесь красногорске а потом всероссийской на всероссийском уровне тоже мы стали первыми а по итогу этого года точнее прошлого сложного того 20 мы уже в международном конкурсе gsa стали лучшими в россии в номинации производства слушайте но это очень круто что сейчас в городском округе красногорска вы открываете заводы со своим оборудованием или вы производите это оборудование и уже продаете его ну у нас две части две части бизнеса первая часть бизнеса мы завод по производству заводов а второе это тот самый ну вот франчайзинг мы по франшизе запускаем либо просто может человек купить оборудование работать самостоятельно вот есть франчайзинговая сеть есть наша сеть еще сами выстраиваем вот ну от рынков ориентируемся то есть сейчас запроса да перед загород перед развитием загородной всей этой движухи как я сказать сейчас народ пойдет поедет на дачи мы сконцентрируем где-нибудь мощности вокруг москвы на выездах здесь скорее всего будет 10 локаций ну мы за то чтобы снижать углеродный след и сокращать расстояние от завода производителя до потребителя чтобы с доставкой не сильно и так и пробок мкат вечно стоит вот поэтому мы поближе к потребителю располагаемся это тоже одна из уникальностей у нас тот же пресс он который ставит 100 тонн если во всем мире даже там в китае в японии все равно их делают большими они огромные по 7 там по 10 тонн они весят и они высокий а наш пресс он по мощности такой же по функционалу но он на колесиках и небольшой то есть для нас мобильный тогда круто для нас переезд это но дело там вообще получаса все упаковались до приехали а в красногорске в результате вот что за территория что у вас там за она здесь цеха но именно переработка пластика в строительные материалы здесь мы делаем лавочки урны кашпо из пластика вот как раз мы подошли да 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 это технология пластик плюс песок на 80 процентов это песок она 20 пластик связующим служит поэтому в принципе в нашем наших изделиях пластик уже не пластик там его след заканчивается то есть все он уже становится материалом вместе с песком похожим на камень что-то вот такое среднем как элемент уже другой то есть никогда не скажешь понятное дело что это было сделано да что это вот тот самый пластик но когда людей спрашиваешь они думают что это вообще из дерева визуально визуально выглядит это именно как из дерева визуально выглядит как из дерева вот а так на ощупь как не знаю как бетонная средняя такое я хочу напомнить в программе бизнес ланч на радио 1 сегодня принимает участие основатель холдинга экозаводов умная среда городского округа красногорск алексей чехранов бизнес ланч и так алексей значит из пластика производите фактически ну понятно там да по своим технологиям лавочки что еще урны по сути все что угодно можем производить а кто кто заказчик зависит же от запроса да ну да или вы производите и уже реализуете как вот здесь вот производим и реализуем есть две стратегии но есть складская такая как на склад производим и пиковые такие месяца по продажам это май и октябрь вот октябрь-ноябрь и май допустим там за теплое время года это зависит от у нас основной заказчик именно по этому виду это все-таки государство она то есть когда благоустройство различ да 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 и компании которые занимаются благоустройством набережная не благоустроят парки и так далее то есть они когда уже подходит к концу вопроса сдачи объекта вот как раз наши изделия там в самом конце и они как правило у нас заказывают вот им выгодно когда это сразу есть не надо там там заранее закупать то есть приехали докупили со склада скажите алексей вот это производство в красногорске сколько насколько оно большое масштабное глобальное сколько человек работает кто эти люди мне это мини производство буквально если там первое наше производство было 87 квадратов по сути такой большой гараж вот мы от этой концепции не не стали уходить наоборот и и усилили чтобы наше производство можно было размещать практически где угодно вот там небольшие требования к помещениям то есть там невысоких потолков ничего не надо поэтому здесь у нас чуть побольше 300 квадратных метров у нас здесь и стоит несколько линий сразу сколько к вот какой объем производите месяц ну месяц до ну или тоже это под под сезон готовитесь за нет мы в среднем в среднем производим где-то 150 200 изделий но зависимости какие то есть урны если урны то 200 если лавочки то где-то 100 150 вот а в среднем вот так получается если это парковый диван то их ну штук 70 собираем это парковый диван сложная такая конструкция сколько человек работает в компании ну на цеху на самом восемь человек восемь человек это те кто непосредственно вот на этом оборудовании да 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 вот они в две смены ну круглые сутки чтобы могли работать вот так работают все а где уже стоят стоит такая мебель да я так не скажу прям вот сходу там и адресов но по подмосковье и и уже подмосковье дай ну есть ну еще немного надо больше я думаю что в этом году значительно больше станет именно и в москве и урны и лавок ну сильно связи с пандемией сильно пластиком насытилась и там и бахилами мы сейчас из бахил стали производить тоже конечно из бахил попробовали все получилось из бахил нормально и изобрели урны для как раз таки использованных масок перчаток и тому подобных вот этих вот отходов которые на нас скажет так обрушились связи с новой реальностью вот ну перчатки же тоже вместе с бахилами которые вот такие вот из пластика вот все это перерабатывается и получается как собираете материал так сказать здесь же тоже наверно какая-то налажена линия но мы берем это у компаний которые занимаются непосредственно сбором и сортировкой раздельным так как там множество отходов заходит то есть мы не компания которая работает с отходами мы как бы конечное звено которое позволяет всей этой индустрии шагать дальше с вами становится интереснее собирать пластик примеру который раньше никто не собирал скажите алексей сами ваши аппараты вот эти куда они уже разошлись от владивостока до калининграда как говорится ну то есть география уже география вся да мы такую задачу себе и ставили чтобы понять ну работоспособность скажем так бизнес-модели во всех условиях по сути она у нас и в калининграде и владивостоке если такие крайние такие заводовосточные точки а северно-южные получается крым самая южная крым краснодар все там работает и самая северная сейчас это полярный там где мурманск то есть вот вот там еще есть в ноябрьске то есть где сейчас там минус 62 а какие компании закупают оборудование просто для своих каких-то личных нужд или которые непосредственно занимаются сбором переработка и вот им не хватало только нет это предприниматели которым не все равно вот и такие творческие можно так сказать это же производство это как не знаю знаете мужики в гаражах они же любят его повозиться да и да ему болгарку или еще что-нибудь как на уроках труда то есть фактически каждый может да поможет себе позволить такой аппарат может приобрести его собрать определенное количество пластиковых пакетов бахил перчаток и произвести какой-то продукт да правильно причем все что угодно по сути там идет два производства в одном на первом этапе из-за ну формируется такой пластилиновый материал из всего этого а на втором этапе из этого уже делается любое изделие то есть можно с помощью форм и пресса делать тогда получается высоко армированные изделия на которых можно сидеть там и 400 килограмм выдерживают и больше то есть сейчас мы делаем уже и беседки и навесы то есть уже заказать можно все что угодно или все-таки работаете по каким-то вот стандартам или придет заказчик который значит мне нужно там вот скульптуры ну вот можно и скульптуры наши заказчики и что на изделие что на само оборудование на франшизу то есть это все те кому просто не все равно они задумываются о том что там что нужно отходы там перерабатывать собирать чем бы они не занимались то есть много сейчас и певцов и скажем так известных личностей актеров которые но вот реально тоже заморочены этой истории не просто так искренне значит к пакетам нужно песок еще да и и все и все вообще очень запатентована правильно естественно это да 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 если она уникальна насколько интересуются из соседних стран может быть там страны снг есть какое-то сотрудничество да есть четыре страны сейчас уже это украина белоруссия казахстан и армения и турция как ни странно то есть там там предприниматели оттуда выступают с инициативой да да на каком этапе сейчас на этапе переговоров или уже поставки пока на этапе регистрации там всех этих авторских прав компаний тому подобное в дубае мы вот тоже регистрируемся уже второй год то есть там все там не везде так как в россии то есть в россии открыть предприятие проще всего ты подал документы через неделю у тебя ты уже предприниматель со своей фирмы и так далее а там уже начинаешь лицензии потихонечку получать и так далее в других странах во многих абсолютно все по-другому в итоге алексей сколько уже бизнес существует по времени третий год сейчас идет насколько удалось как много средств было вложено в начи на начальном этапе прибегали ли каким-то заимным кредитным заемным средством или все на свои к тому виду удается уже зарабатывать на этом деле да с самого начала удалось вот и мы эту традицию не стали нарушать не надо хорошая традиция бизнес так и должно это называется если ты понял ячейку масштабирования своего бизнеса то в принципе ты на свои деньги достаточно эффективно сможешь и дальше развиваться то есть это когда ты не превышаешь расходную часть больше чем ну необходимо вот и она как-то идет так раз 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 и масштабируется нас на начальном этапе нас было три человека сейчас 60 а три человека это собственно вы еще двое кто это все правильно а сейчас 60 это те это в целом это только в управляющей компанией но кто именно наш аппарат так еще по стране получается еще много алексей также вот вы сказали что бали до заинтересовались и таиланд тоже хотят такое оборудование для того чтобы перерабатывать то что из океана да там уже активисты уже уже начали сбор средств то есть у них идет такой по крут файдинг то есть там там правительству как бы она вроде как особо делаете да 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 и вот там активисты все собирают причем наши российские ребята собирают деньги для того чтобы приобрести оборудование вот эти вот ваши аппараты то есть я их и туда транспортировка все это возможно а какого вообще размера понимать то что легкие на колесиках я уже поняла до размером или сборка там она в эту студию легко по месяц в нашу да и даже работать можно то есть мы тоже можем у себя здесь поставить легко я думаю и в этом здании если просто если отходы даже с этого здания то есть собирать пару пару лавочек в день можно да 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 легко алексей на и планами поделитесь планы ближайшие это 500 заводов в россии а сейчас сколько сейчас 30 плюс минус это на ближайший год на ближайший год 100 500 это на 5 лет выход на международный рынок с надежным партнером опытным и выход на ipo то есть мы хотим стать одной из тех российских компаний которые успешно вышли на международный рынок и прям показали мастер-класс что к российским компаниям уже на мировом рынке уже присматриваться есть тот же head hunter по-моему они выходили на него все достаточно успешно вот и мы тоже хотим ну чтож я так понимаю что все шансы для этого у вас есть появилось кстати что-то аналогичное на вашу продукцию на ваши аппараты или все-таки вы пока единственные и она и было она же и было аналогичное то есть ну просто там они с пакетами работают то есть ну а сейчас тут работает еще кроме вас с пакетами или пока вы все равно с пакетами пока мы уникальны то есть сейчас самое время делать вот эти вот шаги пандемия несколько притормозила все эти планы или в целом мы выросли на 52 процента круто относительно то ну то есть мы наоборот как-то мобилизовались мы изначально же работаем онлайн дистанционно то есть вот этих вот проблем с переходом в дистанцию вообще не было у нас он система онлайн бригадиров у нас онлайн пту то есть мы всех об обучаем всех онлайн то есть у нас система контроля и повышения там в общем сотрудников обучаем тоже все онлайн и так далее и найм я большинство людей с команд команды и вообще не видел ни разу ну может человек пять-шесть остальных ни разу не видел так только в чате знаю ну что ж алексей спасибо большое что пришли я желаю достичь тех целей которые ваша компания перед собой ставит развитие роста вам программе бизнес ланч на радио 1 сегодня принимал участие основатель холдинга экозаводов умная среда городского округа красногорск алексей чехранов бизнес ланч